Многие знают вселенную Марвел, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, но к сожалению нельзя исключать того, что эта вселенная поистине огромна и значимая. Изначально мы ее знаем по комиксам, потом увидели все это в кино, ну а последнее время данная вселенная крайне сильно налегла на видеоигры. И хоть может быть у нее не так круто получается, если вспомнить этих ребят, но видно, что ребята пытаются сделать что-то годное и в принципе у них это получилось. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о Стражах Галактики, о неоднозначной команде, которая никогда не затыкается. Начну с предыстории того, что изначально я не особо ждал эту игру, поскольку по трейлерам и демороликам геймплея я надежд на нее не возлагал. Поскольку у меня сразу же появился вопрос концепции ведения боя и возможности игры всего лишь за одного персонажа из команды, да и как-то после Мстителей не особо хотел взглянуть именно на Стражей. Я кстати почему-то думал, что они как-то к Мстителям примкнут. Но что в последнее время делает мини-хайп, а также простые советы от пользователей? Честно, после первых отзывов, ребят, я реально забатился на то, чтобы на своей шкуре понять, какая это игра на самом деле. И в принципе у меня это сделать получилось. Хотел бы вам сначала рассказать о Стражах. Как по мне, это самая гармоничная команда Марвел, от которой несет позитивом, духом приключений и немножко тупостью. Да, как вы уже поняли, команда состоит из нервной бабы, а именно дочери Таноса по имени Гамора, из туповатого серепого потрошителя Дракса, человека, который любит весьма отличный музон, енота, который может починить даже сломавшийся у бабушки комбайн и дерево. Ну просто команда мечты. Если вы не знакомы с этими персонажами до, то не пугайтесь, в игре у вас не будет трудностей узнать их поближе и понять, чем они занимаются и кто они такие вообще. Поэтому если вы вдруг не читали комиксы или не смотрели фильм, это не страшно. Но от себя лично я вам настоятельно советую посмотреть два фильма полнометражных про Стражей Галактики, поскольку от них вы получите удовольствие не меньше, чем от игры. Тем более по моему промокоду на Кинопоиск HD для новых пользователей вы сможете это сделать бесплатно. После активации вы получите подписку Кинопоиск HD, полный доступ к Яндекс.Музыке, ну а также к скидкам к сервисам Яндекс. Если что, ссылку на активацию я оставлю в описании. Сюжет тут нереально интересный, это пожалуй лучшее, что есть в этой игре. Он интересен настолько, что не заставляет тебя скучать вообще, ну поскольку все идет по накатанной. У ребят есть задача, они пытаются решить ее, но из-за того, что они не любят идти особо по правилам, пытаются вечно придумать какую-то авантюру, у них возникают другие проблемы, от этого еще они там больше срутся, тупят и могут получить еще больше галактических люлей. Также в сюжете понравилось то, что он поддан с юмором, там очень много приколов, поверьте. Да, естественно вас немного познакомят с персонажами, раскроют их чуть поближе, чтобы вы понимали вообще откуда Звездный Лорд в космосе и так далее. Не обойдется естественно и без отсылок на Звездные Войны, затронут слово Мстителей, Человека-паука. И в общем это все естественно дарит только положительные эмоции. К тому же в игре очень хороша атмосфера в виде галактических приключений, поскольку иногда что-то рушится, где-то надо полетать. У игры отличная графика с довольно красивыми локациями, которые зачастую реально хочешь разглядывать. И тут же я сразу хочу похвалить Скор Эниксов за рост в косценах, поскольку если взять недавних Мстителей, то в плане эмоций персонажей была халтура. Тут же в косценах по эмоции можно было прочитать полностью ситуацию и за это реальный респект. Помимо этого не могу не отметить русскую озвучку, за это благодарность прям до пола, поскольку если бы в этой игре не было бы российской локализации, первое, в нее бы было сложно бы играть, поскольку иногда вы влияете на сюжет выбором ответа, второе, вы бы точно многое пропустили, поскольку Стражи разговаривают всегда, абсолютно всегда. Да, озвучка к сожалению здесь не из киновселенной, но она все равно как по мне была очень хороша. Я реально кайфанул, поскольку это как минимум плюс 50 к пониманию, что происходит и плюс 50 к комфорту. Кстати о неком выборе реплик. По сюжету они влияют на ситуацию, но все равно вас держат в целостности истории. То есть финал, он по сути будет всегда один, но какие-то ситуации по типу, кого вы больше выбесите, кого вы можете продать, бывают разные. Когда вы делаете выбор, вы реально начинаете задумываться, как поступить верно. Честно, я лично всегда лажал, поскольку переговоры это не мой конек, но было не менее весело и даже есть желание узнать, как это было иначе. То касаемо игрового процесса, то похвалить я его могу не так сильно, как все остальное. Напомню, что в этой игре вы играете только за Звездного Лорда, то есть смотреть от третьего лица на задницу Гаморы или там побыть деревом вы не сможете. На мой взгляд это немножко халтура, поскольку было бы в тысячу раз лучше, если бы просто сделали приключения между персонажами, как это делали в старых добрых играх. Но в виде альтернативы нам предлагают просто быть командиром данных персонажей и отдавать команды. Чтобы разнообразить ходьбу по локациям, вам предлагают высокоинтеллектуальные загадки, в которых вы тоже должны отдавать приказы. Груту нужно скомандовать, чтобы либо вас поднять на высоту, либо сделать мост. Драксу, чтобы перетащить или что-то сломать. Ракете нужны команды для того, чтобы пролезть в какой-нибудь щель, починить или разблокировать дверь. Ну а Гаморе что-то порезать или просто вас куда-то подбросить. К сожалению, мне удовольствия данная механика не принесла, поскольку за счет такого решения у себя минусуется геймплей. Отдал приказ и ждешь пока исполнит. Ну как-то итог не весело. Боевка это пожалуй самое неоднозначное в этой игре, лично для меня, поскольку когда я смотрел первый раз геймплей, мне она очень напомнила боевую систему Мстителей. Она мне кстати довольно понравилась, поскольку она сделана как отличный битэмап, с довольно отзывчивым управлением, но оказалось, что стражи работают совсем иначе. Самая главная идея боевки в этом случае заключается именно в командовании и стрельбе. Да, конечно, Звездный Лорд владеет некоторыми приемчиками в ближнем бою, но поверьте, эффективнее будет командовать и отстреливаться на расстоянии, делая прикольные кувырки. Целиться, чтобы попасть тут не обязательно, поскольку есть автоим, который держится на цели, пока вы ее не уничтожите или просто не смените вручную. Боевка, не могу сказать, что она не интересная, она по-своему прикольная, ибо довольно клево давать тельные команды для разных ситуаций, типа вот Грут, слови их, или там Ракета, подорви, но опять же, вместо этого лично мне хотелось бы пощупать и других персонажей, поизучать их комбинации и так далее. Кстати, спасибо разрабам за то, что к некоторым врагам они заставляют подходить по-другому, кого-то заморозить, а кого-то пальнуть электричеством. Поэтому во время боевки вам нужно будет все время переключаться между способностями Бластера Питера. Также здесь есть и совместное добивание всех членов команды, и те, которые сделаны в виде постановки, ощущается очень и очень сыро, и очень рвано, я бы сказал, ну прям такое. Последний элемент боевки, о котором нельзя не упомянуть, называется летучка. Нет, это там не какой-то батаранг или там летящая помощь, это ульта, в которой прям во время боя Питер героически вырубает свой плеер. В это время к нему подбегает целая команда, смотрит на него, будто он открыл в классе пачку чипсов, и начинает что-то говорить, и вам предлагает выбрать одну из двух реплик на выбор. Если угадаешь, что нужно сказать, то вы получите некую силу и неуязвимость. Да, я понимаю, что в бою у нас все тип-топ. Мы их уделываем, и это классно. Но стоит расслабиться, потерять голову и начать выделываться прям в драке, то все, кто со мной? Я с тобой, Питер. Любовь? Весело? Нет. Классно? Да. Поскольку, как по мне, этот момент классно использовать только ради музона. Он тут восхитителен, почти такой же, как и в фильмах, и когда во время сражения играет трек, прям вот радуются уши. Вот даже многие треки хотелось бы, наверное, добавить в свой плейлист. И тут, знаете, что-то как-то орнул и представил, если бы играли российские треки. Ну вот с точки зрения какого-то боевого интерактива или комбинации, здесь не густо. Как по мне, боевая система в Мстителях реализована чуть лучше, поскольку вмещает в себя много больше играбельных персонажей, разное ведение боя у некоторых членов команды, и как-то биться там интереснее. Но опять же, стражи концепции чуть другие, поэтому претензий здесь нет. Что сделано, то сделано. Единственное, за что действительно стоит поругать эту игру, так это, наверное, за сырость. Сделана она хорошо, но не идеально, поскольку иногда бывают всякие лаги, баги, не совсем, опять же, до идеала допильная боевая система, искусственный интеллект тоже хотелось бы немножко поинтереснее, особенно союзников, но в целом все равно неплохо. Если подводить итог, то Стражи Галактики это отличное рельсовое приключение, которое вас порадует и развлечет. Сравнивать его с Uncharted неуместно. Да, приключения и там, и там, но Стражи очень сильно подводят сырость, и однообразие игровых ситуаций. Назвать игру просто каким-то шедевром нельзя, но поиграть и получить много эмоций даже нужно. В связи с тем, что 2021 год был весьма ненасыщен, Стражи Галактики кажутся и, по сути, являются хорошим сюжетным сингловым проектом. Поэтому, если вы хоть каплю любите вселенную Марвел, игра вам явно должна понравиться. На этом, в принципе, все. Вот такой вот обзор. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, то ставь лайк. Если с чем-то не согласен, то обязательно пиши свое мнение в комментариях. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok